Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим о книге пророка Амоса и тема нашего сегодняшнего с вами разговора «Голова Сизимая» этого древнего пророческого текста. Итак, пророк, он видит, у него есть видения в виде разных каких-то образов, картин. И в этих видениях как будто бы Бог, сам Бог показывает пророку, что будет в дальнейшем, в будущем с его народом, с Израилем, с Иудой, с Иудеей. И вот пророк, он как будто бы пересказывает эти видения. И эти пересказы, они могут носить форму такую словесную, то есть как будто бы он толкует. Он говорит, что я видел то, и это означает вот это. А бывает, что пророк просто пересказывает, описывает свои видения, которые довольно красноречиво показывают сами, без пояснений свой смысл. В главе седьмой мы встречаемся с рядом видений, которые были у пророка Амоса. Это такие довольно сильные картины, которые легко запомнить, и их связать, эти картины, с образом пророка Амоса и его книгой. Вот, например, саранча, нашествие саранчи, например, еще огненный дождь, корзина со спелыми плодами, ну и так далее. Вот об этих картинах, об этих видениях, мы сейчас их прочитаем, эти тексты, и будем комментировать. Итак, глава седьмая, стих первый. Вот что показал мне владыка Господь, будто бы творит он рой саранчи, в пору, когда поздние посевы уже всходят, после царских окосов. Итак, саранча. Для всех жителей южных районов понятно, о чем идет речь. Саранча – это угроза, саранча – это бедствие, это знак того, что урожая не будет. Потому что саранча опасна и страшна тем, что она прилетает, приходит и съедает все, что перед собой она находит. И вот описывается то, что Бог посылает этот вот рой саранчи, чтобы он, по сути, оказал негативное воздействие на экономику, на жизни своего народа. Разве Бог может такое делать, спрашиваем мы? В нашем христианском сознании, как правило, источником добра является Бог, а источником зла является сила, противная Богу, там, дьявол, сатана, демоны и так далее. Но в Ветхом Завете все гораздо логичнее, стройнее и однозначнее. В Ветхом Завете, в Библии еврейской, все от Бога. Поэтому и бедствия, и разрушения, и невзгоды. Автором и источником всего этого многообразия явлений в нашей жизни является лишь один Бог. Когда это будет нашествие саранчи? Тут указано, когда поздние посевы уже всходят после царских покосов. Итак, довольно нехорошее время, потому что первый покос был царский, и царь запас для себя, припасы, у него все хорошо будет. А вот что касается нас, народа, там все очень будет нехорошо, потому что вот всходят посевы, саранча прилетает, приходит и все съедает, и урожая больше не будет. И итог этого явления, он однозначный, он понятный, неизбежен массовый голод. Ощущение беспомощности возникает, ничего поделать нельзя. Вообще, да, вот саранча – образ нередкий в Библии у пророков, особенно сильно у пророка Иоиля, там у него сравнивается ассирийская армия с такой саранчой, могучей армией, армией божьей, которая скачет по вершинам гор, чтобы захватить Израиль. Вот, ну, видите, Амос тоже сравнивает завоевание, завоевание с северо-асирийское нашествие с той же самой саранчой. Саранча съела все травы и посеива на земле, и я сказал, «О, владыка Господь, прости, разве устоит Яков? Ведь он так мал». Его срывается молитвенный вопль у Амоса, «О, Боже, что будет дальше? Прости, свое решение прошу тебя, измени, отложи кару на некоторое время». Ведь Израиль, а тут называется Израиль, Северное царство именем Иаков, Иаков – это пратец всего народа еврейского, и у Иакова было два имени, Иаков и Израиль, и поэтому иногда Северное царство называлось еще и Иаков тоже. И вот неожиданная реакция, стих 3, такая реакция, «И Господь передумал». Вот, Господь передумал. «Этого не будет», сказал он. И вот тут мы находим очень ценный такой стих, показывающий очень такой нестандартный, что ли, непривычный образ Бога, Бога Ветхого Завета. Бог Ветхого Завета может передумать эта живая личность, не какой-то это Бог логики, принципов, Бог философов, скажем так. Нет, это Бог живой, эмоциональный, гневливый, но очень быстрый на, скажем так, на прощение. Бог милостивый, Бог любящий прощать, скажем так. Еще одна картина начинается, стих 4. «Вот что показал мне Владыка Господь, будто бы призывает он огненный дождь, сгорелась великая пучина, и часть сгорела». Вот еще одно введение, огненный дождь, да, падает с неба, не влага, не то, что дает урожай, а нечто противоположное, да, обратное, вроде бы, падает сверху дождь, от него никуда не деться, и цель этого, этих осадков, уничтожение всего этого. «И я сказал, о, Владыка Господь, не делай этого, разве устоит Яков, ведь он так мал, и Господь придумал, и этого не будет, сказал Владыка Господь». Видите, пророк выступает ходатаем, то есть один праведник, Божий избранник, может быть ходатаем за весь народ, да, и в ходе этого ходатайства, по его итогам, гнев Божий, как будто бы угасает, да, Бог решает не наказывать, не карать тех, кто этого заслуживает. Дальше, еще одно, еще одно видение. «Вот что показал мне Господь, он, Владыка, стоит на отвесной стене, и в руке у него отвес». Ну, на самом деле, мужчинам этот образ должен быть знаком, да, Бог строитель, да, он какой-то прораб, что ли, инженер, или наоборот, он принимает работу, он заказчик, да, значит, вот что-то построил народ Божий, Израиль, сделал что-то из того, что дал ему Бог, Бог дал землю, безопасность, закон, такие вот, как будто такие, понимаете, строители материалы. И вот что-то из всего этого созидает Израиль, строит Израиль, дом. Приходит Бог и решает узнать, а что построено, а это здание годится, или оно кривое, косое, и оно скоро рухнет. И Бог стоит с отвесом, измеряя, вертикаль, да, прямые листены, либо они уже покосились, то есть Бог, он имеет отвес, этот отвес является символом праведности, святости, и Бог этим отвесом измеряет прямоту и человека, и коллектива людей, и семьи, и народа, и прихода, и так далее. И спросил у меня Господь, что ты видишь, Амос? И я ответил, отвес. И сказал Владыка, скоро я помещу отвес посреди народа моего, Израиля, больше не стану прощать их. И вот после какого-то отсрочивания, еще одно было отложение этого наказания, Бог говорит, все, теперь уже ничего нельзя изменить, мое решение, мое решение неизменна, я буду их судить, я буду их наказывать. В запустение будут святилища Исаака, святыни Израиля обратятся в руины, я обнажу меч против дома Иераваама. Дом Иераваама, это есть северное царство, напомню, что на севере были династии разные, да, они там были, очень была бурная политическая жизнь, там были постоянные перевороты, смены династий правящих, вот, а на юге была династия одна, династия Давидовичей, так вот, на юге было дом Давида, на севере дом Иераваама, так можно сказать условно, и вот, оказывается, описывается здесь то, что северное царство, святилище Исаака, святыни Израиля, они будут обращены в руины, да, самое болезненное в этом пророчестве такое, ваше святилище вас не спасут, они как будто бы бесполезны, они как будто бы не работают, да, и дальше описывается уже никакая-то ни картина, ни какая-то история, ни какое-то введение, описывается следующее, реальная история из биографии пророка, скорее всего, итак, читаем, Амасия, священник из Бет-Эля, ну, это Вифиль, более знакомое нам название этого места, этого города, передал Иервааму, царю Израиля, и сказал, Амос, говорит, готовит против тебя заговор среди израильтян, страна уже не может терпеть его речей, но вот видите, возникает нам знакомая картина по нашей истории, картина доноса. Священник, кто должен, по идее, был быть защитником законов, принципов, морали, верности Богу, вопреки всем другим соображениям, вопреки всему остальному, популярности, безопасности, репутации в глазах царя, вот он делает нечто неестественное, не вытекающее из его служения, он доносит и царю Израиля, и Раваму второму, имеется ввиду, что-то против Амоса, что именно? А вот против тебя идет заговор, то есть есть пророк Амос, из-за которого все проблемы, все проблемы, вот убери этого Амоса, и все будет хорошо, проблема нашей страны будет решена, и в этом природа всех доносов, вот убери этого, расправься с тем, и проблем не будет, потому что проблема-то именно в этих людях, якобы, так эти все доносы, они обычно и устроены, вот, пока выступает наш Амасия, первосвященник, в роли священника не Бога Яхве, а в роли священника царя, царского служителя, его Господь, это есть и небесный владыка, его Господь, это есть земной правитель, и это есть довольно серьезная такая претензия и Бога, и Амоса к этому священнику, кому ты, Амасия, служишь, так можно перефразировать вот все эти рассуждения, так, говорит Амос, Ереваам падет от меча, а Израиль вприну ведут на чужбину, вот, это вот рассказывает Амасия, о словах о проповеди Амоса и на самом деле довольно есть из-за чего беспокоиться Амосу, потому что он высказывает довольно такие нехорошие вещи, он предрекает то, что все рухнет, вас не спасут ни ваше святилище, ни ваши крепости, ни ваша конница, ни ваши колесницы, ничто вас не спасет, и участь Израиля предрешена, вы будете уведены в плен, вот, на самом деле это должно было вызвать у Еревама оправданную негативную реакцию, зачем ты это говоришь, тебя же слушают Амос, перестань смущать народ своими речами, Амасия сказал Амосу, прорицатели, сейчас же ступай отсюда в Иудею, там и порочествуй, зарабатывай себе на хлеб, вот, Амасия пытается изгнать, прогнать из Северного царства, из Израиля, Амоса на его родину, когда мы комментировали первую главу этого сочинения, мы рассуждали об авторстве этого пророка, и мы прочитали, что он является выходцем из Фекои, да, или по-другому Текоа, а это есть пригород города Иерусалим, и как бы говорит Амасия, ну вот туда и уходи, тут тебе нечего делать, да, уходи отсюда вон, тут тебя не желают слушать, кто не желает, ни я священник, ни мой царь Иераваам, а в Вифиле или в Бетелле не порочествуй больше, это царское святилище, это храм государственный, да, это храм царский, вот, Амасия выступает таким трезвым аналитиком, он анализирует проповедь Амаса и говорит, ты подрываешь наши устои, наши устои, связанные с развитием, с безопасностью, с незыблемостью державы, ты делаешь подкоп под все это, поэтому твоя функция уйти вон и из Иудеи там вот и вещать что-то. Амас отвечал Амасии, очень важные слова, не пророк я и не из рода пророков я хожу за скотом и рощу сикаморы. И вот очень важный стих показывает следующее, в те времена такие были понимаете школы пророков, вот пророки такая группа людей, такое движение, это была такая работа, то есть у пророка рождался сын тоже пророк, они ходили по разным деревням, городкам, селам, они предсказывали будущее, в основном их предсказания часто были именно позитивные, потому что такие предсказания оплачиваются выше, и такие были институции, институт пророков, но высказывает Амос мысль такую, я не из их числа, я не участник какого-то круга, кружка, школы, и поэтому надо мной нет твоей и ничьей власти, я подчиняюсь лишь Богу, Бог автор моего дара, он дает мне видения, слова, я лишь проводник его воли, поэтому я вне твоей власти, а кто я такой, а я вообще-то говоря, просто ходил себе, у меня были стада, я был предпринимателем, бизнесменом по-нашему, вот, и ничего я такого не хотел, но Бог сказал, как написано в этой книге, если Бог сказал, кто не будет порочествовать, да, такого невозможно сценария представить себе, Бог говорит, и начинается пороческое служение, и поэтому я тебя послушаться не могу, дорогой Амосеи, дорогой царь Иеравам, у меня есть своя работа, я ее исполняю, но Господь взял меня от овец и велел, иди пророчествуй моему народу Израилю, вот указан начальник в стихе 15, кто поручил Бог, лишь он может и обратно меня убрать отсюда, лишь Бог, а теперь слушай слово Господа, ты говоришь, не пророчествуй Израилю, не вещай дому Исаака, это вот такая перепалка начинается между им и первосвященником, поэтому так говорит Господь, жена твоя станет уличной шлюхой, сыновья и дочери от меча падут, твою землю землемер разделят, сам ты умрешь на земле нечистой, а Израиль в плен на чужбину уведут, вот так пророк высказывается очень колоритно, очень доходчиво, красноречиво, очень провокативно и конечно же лучше понимать палец не класть в рот пророку, потому что пророк тебя переговорит и в этом даровании конечно же он вступает как совершенно лицо подчиняющееся лишь одному богу и больше никому, и поэтому никакой власти над ним ни у кого нету, его короче не угомонишь, вот глава кончилась, 7 мая, мы прочитали про попытку вытеснить Амоса из северного святилища в Вифиле, о том, что Амосия выступает против Амоса, о том, что царь недоволен словами Амоса и также мы прочитали о том, что Амосу были видения, это напомню, это было саранча, это был дождь с неба, огненный дождь, это было видение еще одно, когда бог выступает как прораб или как заказчик, принимающий сделанную работу, измеряющий здание на его вертикали и горизонтали, сравнивающий то, что мы сделали, сделали из себя, из своего города, своего прихода, с тем, что бог от каждого из нас ожидает. Если есть разлад, диссонанс, состыковка между планом и исполнением, и дистанция очень уж велика, то вмешивается бог своим правосудием и своим, и гнев божий как будто бы разгорается в этой ситуации. Дорогие друзья, голова прокомментирована, спасибо за внимание, портал экзоди.ру из Петербурга, всего хорошего. Субтитры Субтитры Субтитры